Мошенничество при покупке подержанных авто набирает все большие обороты. С каждым годом появляется все новая схема обмана. Неделю назад мы рассказывали только о некоторых видах афер. Продажи битых, кредитных или заложенных авто. Мошенничестве в сети интернет. Чего еще стоит опасаться любителям подержанных железных коней? В рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Вера Желесова. Желание купить подержанную машину по неадекватно низкой цене так задурманивает автолюбителям голову, что они напрочь забывают о элементарной предосторожности. Если в общении с продавцом у вас возникло хоть малейшее сомнение, лучше сразу отказаться от сделки. Особенно если подозрения касаются документов на автомобиль. Вариантов махинации с документами может быть масса. Например, продажа автомобиля по ксерокопии паспорта или по паспортным данным владельца, но без его личного участия. Передача прав собственности по договору купли-продажи или дарения может быть в таком случае аннулирована. Например, когда настоящий хозяин недееспособен или у него крадутся документы вместе с машиной. Позже эту незаконную сделку можно с легкостью оспорить в суде. После чего покупатель теряет и деньги, и транспортное средство. Покупайте автомобиль только у собственника транспортного средства. А перед покупкой обязательно внимательно изучите паспорт транспортного средства и проверьте паспорт собственника, для того чтобы убедиться, что автомобиль оформлен именно на него. Впрочем, при продаже автомобиля может пострадать и сам владелец. К примеру, когда после оформления сделки и получения денег покупатель просит срочно переоформить договор на его родственников или друзей. Все делается в спешке. Продавцу обещают даже вознаграждение за неудобства. В чем же подвох? Вскоре оба покупателя забывают об устной договоренности и уже оба требуют и машину, и деньги. Таким образом, оба покупателя-афериста давят на продавца, обвиняя его в мошенничестве. Требуют свои денежные средства, ведь он якобы продал одну машину двум разным людям. Так продавец из жертвы превращается в мошенника. Этого всего можно избежать, заключив отдельный акт приема передачи. В нем должно быть четко указано, когда продавец обязуется передать автомобиль покупателю, это будет являться доказательством. С таким актом мошенникам вас уже не обмануть. При покупке авто нужно избегать серых расчетов. Необходимо обязательно указывать в договоре купли-продажи реальную цену, а не формальную – 10 тысяч рублей. В противном случае, при расторжении договора купли-продажи под требованию одной из сторон вернуть фактически уплаченную сумму будет уже невозможно. Продажа и покупка автомобиля, как и любое другое дело, связанное с большими деньгами, требует четкого понимания вопроса и возможных проблем. Быть дилетантом, надеясь на русскую авось, крайне опасно. Если быть предельно аккуратным, внимательным и осторожным, риски минимальны. Нужно быть всегда на чеку и помнить, что мошенники постоянно оттачивают свое криминальное мастерство.